Аминь. Вести ангельской внемли. Сам Господь разговаривает. Слава Богу. Спасибо, Инна. Замечательно. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в этот особенный вечер, вечер Твоего присутствия, и это присутствие всякий раз, когда мы исповедуем Твоё Слово, Твою книгу, Библию, Твою жизнь, Господь Иисус Христос. Эту тайну. Слава Тебе. Благодарим Тебя. Благослови эти слова сейчас. Помашь это слово. Помашь наши уши на слышание, запоминание, Господь, и отражение тех истин, которые будут говориться. Ибо Ты, Господь, сказал в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 63 стихе. Вот наша жизнь. Не плотская, а Твоё Слово. Твоё Слово. И мы, проникая в Твоё Слово, обретаем развитие вечной жизни. Слава Тебе. Благослови изобильно, ибо мы верим, что Ты сейчас особенным образом воздействуешь на нас, как написано в послании к филиппийцам, 2 глава, 12 стих, 2 часть. Слава Тебе. Аминь. Мы с вами находимся в сезоне, в замечательном сезоне Рождества. Что было бы, если бы этого не было? Или если бы эта весть не дошла до нас по тем или иным причинам? Это была бы тяжёлая жизнь. Ущербная, горькая, конечная. А замысел его был прийти в этот мир. Слово стало плотью. Обитало среди нас. Это его жизнь на земле, как человека, оставаясь Богом. И вот оно какое для тех, кто принял, для тех, кто слушал это слово, его жизнь была ничем иным, как дверь, открывающаяся на небесные пажите. Это те пажите и в Ветхом Завете. Если мы читаем Ветхий Завет, укрепившись в Новом Завете, то мы видим его образы, его свершения, указания на него. Сегодняшняя проповедь, я её назвал таким образом. Это по книге «Исход», 15 глава, 25 стих. «Господь показал на дерево». Ситуация, да давайте мы с вами прочитаем это. Ситуация очень сложная, ситуативно, безнадёжная. 22 стих, 15 глава, исход. Повёл Моисей израильтян от Червного моря, и они вступили в пустыню Сур. Шли они три дня по пустыне и не находили воды. «Пришли в Меру». «Мера» – это потом уже стало называться это место, они назвали его. Это «Горький». Или, как пастор Шаллер в своей проповеди, это я под впечатлением его проповеди говорю с вами сегодня. «Пришли в Меру и не могли пить воды в мире. Вода есть? А пить невозможно. Ибо она была горька, поэтому наречено тому месту и имя Мера. Горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Интересно. 22 стих – начало. Интересно. Моисей ведёт народ свой по пустыне. Он не просто так ведёт. Он является тем, кто, человеком которого ведёт Бог. И Бог намеренно приводит людей к этому озеру. И можно было бы сказать, вот это же горькая вода. Они так и сказали. Они возроптали на Моисея, на Бога. 25 стих. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. Ситуация какая-то такая странная. Вода. Невозможно пить. Лучше бы они там, в Египте, около Нила остались. Что делать? И Господь показывает на дерево. Запомним это. В нашей жизни, жизни верующих в Иисуса Христа, есть три замечательных обстоятельства. В этих обстоятельствах мы наблюдаем результат нашей веры в Иисуса Христа. Это первый пункт будет. Мы наблюдаем нечто неприятное свою меру. Горькие-горкие воды жизни. И третье. Он нам показывает на Иисуса Христа. Он нам показывает на Его Слово. Почему в церкви приоритетом является Слово Божье? Оно и в песнопениях, оно и в молитвах, в проповедях. И призыв к нему 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если вы ходите во свете, как Он во свете, то тогда у вас общение удивительное. И какое же это общение? Общение, от которого кровь Иисуса Христа омывает всякий грех». Это означает общение об Иисусе Христе. Нам нужно учиться этому. Итак, первый пункт. Великое откровение в Библии для нашей жизни. Послание к Колоссянам, 3 глава. С 1 стиха, 1, 2, 3 стихи. И это величайшее повествование для нас. Мы же с вами сюда пришли поразмышлять, отдохнуть в Слове Божьем. Правда, Хазах? Так и есть. Наталья, Ирина Реплина, Ирина Анатольевна, Инна, Галина Петровна, Виолетта Викторовна, Александр Терехин, Айгюнь, Харана. Слава Господу! Семья Бекмурзаевых даже Эльдарчик пришел. Наверное, будущий проповедник. Итак, давайте посмотрим. Великое откровение – это первая часть нашего выступления. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где бы вы ни были, о чем бы вы ни думали. Давайте пригласим Иисуса. И причем Иисуса особенного. Это Иисус не грядущий Мессия, а это Иисус завершенной работы. Он уже пришел, и он выполнил свою миссию. Поэтому мы говорим о завершенной работе. те, кто жил давно, до прихода Иисуса Христа, и имея пятикнижие Моисея, а также и пророческие книги, исторические, книги мудрости – это все Ветхий Завет такой замечательный. У них были откровения «Придет Мессия!» О чем было сказано в Эдемском саду еще. Косвенно. Эти наши прародители Адам и Ева, они стояли и дрожали. Они вообще не понимали, что с ними происходит. Им было сказано «Не ешьте от этого дерева познания добра и зла плодов». Умрете. И теперь та жизнь, которая была, когда они ходили в Слове Божьем, теперь она превратилась в другое. По их вине они были защищены Словом. А теперь и вот они слышат, как Господь Иисус, то есть это еще не воплотившийся, Он разговаривает и обличает змея, совратившего Еву. И Он говорит о будущем как от какой-то особенной женщины, которая будет предназначена для этого. Родится Он Сам как человек и сокрушит голову этого змея. А первое послание к Иоанну 3-8 говорится, Он пришел и разрушил все дела дьявола. Поздравляю вас! Иногда в своих рассказах, повествованиях мы говорим о неком могущественном сатане, дьяволе. Да он уже разрушенный. Он просто злится, лжет, желает обмануть. И в некоторых случаях ему будет позволено это. Надо же! Бог, а куда ты смотришь? Итак, великое откровение. У меня другая жизнь. В этом мире живу, но другая жизнь. Я исследую, что такое небеса, о которой говорил Иисус в Евангелии от Иоанна своим первым ученикам в первой главе 51 стихе 50, где он говорил «Следуйте за мной». И в этом следовании вы увидите небеса открытые. Вопрос. А вы увидите небеса открытые. Ответ. Библия, Иисус в нас, Дух Святой, и перед нами раскрываются страницы Библии, где об этом написано. Вернее, 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Петр говорит «Рыбак бывший». Это не то, что профессия рыбака плохая, а он был ограничен в своих контактах с социумом. Это был человек, у которого было свое место в этом социуме. Никак не философ, никак не проповедник. А он, его слова, которые исходят из его сердца, чудесные. потрясают мир до сих пор, да и всегда и вечность. 19 стих. Вы правильно делаете, что цените эти пророчества, это слово пророческое, и когда вы к нему обращаетесь, то оно, начиная с маленькой звездочки на небесах, разгорается в своем действии и воздействии на вашу жизнь, как светило небесное. И вот уже перед вами этот светлый день Господа Иисуса Христа. Каждый поверивший в Иисуса Христа, он уже живет в Евангелии Атеана 1 глава 14 стих слово стало плотью, обитало среди нас, и мы видели Его как наполненного благодатью и истиной и единосущного Отцу. Как это может быть? А разве в вашей жизни не так? И в нашей жизни так? Мы с вами вчитываемся в эти слова, драгоценные слова 3 главы Колоссянам. Мне предлагаются ваша жизнь это каждый день, каждый раз посвящать Иисусу Христу. Своей жизнью живет человек и устает. А вот жизнь Иисуса Христа. И мы наслаждаемся. Ты все совершил, ты меня простил, ты благословляешь, как говорил сегодня, о неизменных благословениях пастором Норлан. Второй стих третьей главы. О горнем помышляете, а не о земном. Давайте скажем вместе. о горнем помышляйте, о небесном помышляйте, а не о земном. 24-я глава Евангелия от Матфея, 45-й стих. Все пройдет. Царство, цари, все пройдет. но вот слово мое, оно вечно. Теперь смотрите, какая трансформация. Цари, царство, все это пройдет. Иисус, ты говоришь, что слово-то, а где я, где я, человек, о горнем помышляйте. И применяй это слово, это слово в тебе живет. Сам Бог слово. А слово вечное. О горнем помышляйте, а не земном. Третий стих. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. С Христом в Боге. Ефесянам 2 глава. Четвертый стих. Перед этим говорится, мы были непригодны для Бога. Все. Мертвые по грехам преступлениям, по своему влечению к призывам сатаны, князя господствующего в воздухе, были надежными чадами противления, которые шли против Бога. Ну, как-то там люди говорят, сейчас уже мало, говорят, атеист, говорят, я агностик. Ну, ни во что не верю. И вот таких говорится в четвертом стихе о Ефесянам 2 главе, но Бог возлюбил нас. Причем Он так возлюбил, и Он видел, что есть возможность вот этого мертвого по грехам и преступлениям привести к жизни, когда Он совершит обмен на кресте, умрет вместо нас, придя, как человек, мессия первого пришествия. все наши грехи накажет и подарит нам свою правильность, чистоту, жизнь, жизнь вечная. Ай, какая красота. Чем отличается воплощенный Иисус от нас? Иисус человек и Бог. Мы человеки. Одну секунду. А вот откровение апостола Иоанна. И оно звучит так. И уже не я живу, я сораспялся со Христом. А живет во мне Христос. А то, что я живу воплоти, то я живу всю свою жизнь, передаю Ему по вере в Него. Нам предлагается наша жизнь, третий стих, она скрыта со Христом. По виду мы такие же, как все остальные. По сути это Христос. второе послание к Коринфянам, вторая глава, четвертый стих, вернее, четвертая глава, пятнадцатый стих, по-моему, нет, седьмой, где говорится о том, что в нас есть сокровище, это сокровище Иисус Христос. И когда в нашей жизни на нас осуществляется чрезвычайное давление, обстоятельства или же чьи-то слова, чье-то недовольство, наше недовольство, то в это время Господь является себя избыточное. Это сила Бога, которая находится в нас. Чудо. Это тайна. Первый пункт. Великое откровение. Мы живем в Иисусе. Колоссянам 3 глава с 1-го четвертого. И с Иисусом мы находимся уже в Отце. Помните, говорилось о том, что несмотря на то, что жертва была принесена еще в Эдемском саду, тем не менее, Бог их выпроводил из Эдемского сада. Правда, сам с ними пошел. Мы с вами обнаруживаем чудо. Теперь мы в Иисусе Христе и с Иисусом Христом мы находимся в самом Боге. Второй пункт. большое препятствие. Мы живем как люди. Мы живем в этом мире. 1 Иоанна 2 глава 15 стих, где говорится «Мы можем дойти до того, что начнем любить». Любили раньше этот мир. Мы были чадами противления. Мы жили по этим инсинуациям, которые получали из атмосферы, от князя господствующего в воздухе. И вот теперь мы думаем о Боге и происходит то, что мир захватывает нас. Какое большое препятствие. только не для нас. Мы в церкви возрастаем. В церкви мы видим прошедших уже ту дистанцию, в которой мы находимся. Еще барахтаемся. одно, другое, финансы, болезни, какие-то сложности любого характера. Большое препятствие. Иногда верующий, уверовавший человек, я не говорю верующий, потому что верующий человек, он находится в Иисусе Христе. Уверовавший, он спасенный, но находится в мире. этот мир говорит ему все время ты мой, ты мой, ты мой. Только вот одна такая вещь. Римлянам 8 глава 28 стих. Давайте мы прочтем это место. притом мы знаем при всем, что было перед этим сказано, вы можете прочитать, что любящим Бога, если бы я задал вам вопрос, а что такое любящий Бога, который в данный момент времени в настоящем любит Бога, он призван по его благой воле, и для этого человека все содействует ко благу. Ура! Хорошо! Правда? Это великое откровение. Это победа. мы с вами, живя в этом мире, обучаемся выбирать Иисуса Христа в том, где мы оказались. Потому что здесь написано, мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Бог позволяет, чтобы в нашей жизни произошли те или иные события. Я помню, как мой друг привел меня в секцию легкой атлетики и показывал выдающемуся тренеру, и тут пробовал меня на разных легкоатлетических направлениях. И вот мы дошли до бега с препятствиями, с барьерами. Мне показывают, как нужно брать барьер. Несколько раз медленно ты бежишь на барьер, как ты должен ногу ставить и так далее. Как его брать? Одна нога вперед идет, а вторая поджимается и сверху заходит. Когда делает профессионал, легко. и вот мне говорят, давай попробуй без барьера, потом попробуй с барьером. Размерь шаги, как у тебя будет подход к барьеру. Я все отмерил и пошел. Первый барьер, беру, второй беру, третий влепляюсь, прямо в него и лечу. Вопрос, а зачем мне это нужно? Я что, олимпийским чемпионом хочу быть? Зачем нужно с этими барьерами? В спорте это обязательная процедура в жизни это также обязательная процедура. Когда у нас будут разные барьеры и Бог позволяет, чтобы они произошли, и мы с вами должны жить не в ситуации, в которой оказались, а жить в Господе и сосредоточить свое внимание на нем. Горькие воды мера что делать? Ты привел нас Моисея сюда. Моисей смотрит на Бога, тот показывает на дерево. Где дерево, где горькие воды? О чем это говорит? Это о кресте говорится. Это когда Христос будет на кресте и возьмет все наши проступки, грехи. Все это накажет на кресте и будет предлагать посмотри, я для тебя уже победил. Все твои прегрешения, твои смыслы, которые были и казались тебе, что они самые главные и самые сильные, твой опыт и прочее. Нас обучает так Господь. Чтобы мы смотрели евреям, евреям 12 глава, второй стих. Пристально смотрите в вашей жизни на начальника и совершителя вашей веры. Не пытайтесь разобраться с ситуацией сами, а позвольте это сделать Иисусу. Кажется несоответствие, вот горькая вода, вот твои обстоятельства, а вот тебе решение. Умри на кресте с Господом. Я сораспялся со Христом, и теперь я живу Его мыслями. Я воскрес в Иисусе Христе. Или Псалом 22, пятый стих. Ты приготовил для меня трапезу, и благости милости твои сопровождают меня каждый день в пути моем. Неправильное цитирование. Ты приготовил для меня трапезу на виду врагов моих. Обстоятельства тяжелые, а Он тебе предлагает, а ты трапезничай со мною. Пусть Иисус будет с тобой всегда. И тогда окажется, что все эти ситуативные сложности, они приводят к тому, что мы с вами наслаждаемся победой. Это великая победа, это третий пункт. Великая победа! Господь все время указывает на свой крест Голгофа и предлагает нам отождествиться с ним. Это слово, которое даруется нам 1 Коринфянам, 1 18 стих. Слово о кресте для нас спасаемых есть сила Божья. Вот где наша сила. На кресте закончилась моя прежняя жизнь, а с креста в Иисусе Христе вечная жизнь. Господь показал на Иисуса. Он показал на крест. И началось это великое путешествие. Великое откровение мы живем в Иисусе Христе. Большое препятствие мы преодолеваем Иисусом Христом. И великая победа. Победа это для твоего блага. Отец наш небесный мы благодарны тебе в этот вечер. Вечер победы, радости, вечер жизни вечной, вечер утверждения. И для тех, кто будут учиться и пробовать это и обязательно получат ответы. Мы благодарны тебе, Господь, за твое ведение. Благодарим тебя за твою жизнь. Может быть среди тех, кто слушает это слово по интернету есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его, никогда не пожалеете. Скажите простые слова молитвы. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову. Приведи вживую церковь, люби, прощай, даруй благодать, поднимай, если я упаду. Во имя Твое, Иисус, мой Спаситель, я прошу и молюсь. Аминь. Редактор субтитров субтитров